очень красиво получается так как а что это за кирпич сейчас показана плитка 100 на 200 миллиметров так называемый кабанчик она была там глянцевая полнатая разных разновидностей вагон с тележкой от светлых я там сейчас открыл на вскидку пробежался светлые цветные красные это такой вариант который представлен на визуалке этот кабанчик можно уйти если хочется чего-нибудь более яркого почему собственно коричневый здесь я уже когда такое подобное делал только с стеклом очень хорошо добавляет глубины и чувство пространства там сочетание со светлыми вот несколько темных элементов это может быть если хочется какого-то цвета вплоть для того что вот именно такие двери я и хочу только там с фрамовой наверно будут да можно потому что кстати вот и 2400 двери взять вот такую думаешь думаешь а вот в комнате какая в гостиную когда заходишь какая будет там же с фрамовой наверно будет но если там с фрамовой то и там если тут без фрамовой то и там без фрамовой а в туалет такая высокая дверь надо поговорить может быть с исполнителем какие варианты где-то можно немножко хотелось сделать глухой вот а вот тут стеколочки сверху в ванной до столице поделить будет а вот то что касается гостиной и всего прочего это можно будет и в таком направлении так красиво ты нарисовал продолжение как двигатель может быть вообще яркий пестрый вот такого формата там 100 на 200 варя мелкоформатного кирпичиков и очень много может быть там ты готов просто то что у меня на руках есть начиная каких-то светов заканчивает но там таким же коричневым огненными цветными таксад давай вот это смотри есть ручка у тебя показать смотри вот это вот все такое вот это вот там же получается она сейчас ровные гипсокартоновые лисунные откосы то о чем я говорил почему их надо было делать под прямым углом они скошены можно классно оформить это я понял это я понял а вот это угловые это угловой молдинг замыкает периметр образует и как раз вот эта толщина того же молдинга позволяет закрыть торец кафеля это гипсовый молдинг полиуретановый вот это я понял будет миша которая будет а это здесь вот этот загиб вот кстати очень красивый вот этот загиб как бы без всякого там дальше как бы сумасшедшего декора там на 6 очень просто и вот это мне очень нравится насчет люстра не знаю какая она будет скажем так люстра и точки здесь надо выбирать а там брат и выводил свет до две точки здесь на одной стене и вот нам в этом простенке зависит от того будет он большой либо маленький либо они будут лично слева справа на пример будет на два на три рожка либо крупный которые сюда не поместятся тогда будет там точку просто заглушить на здесь оставить один пол это кафель да это кафель по поводу вариантов по я вообще предложил пол который в санузле oxford коньяк его же протянуть и по всей квартире если тебе захочется сделать кафель разный все-таки в санузле один а в гостиной прихожей и в кухне другой то есть варианты опять же под дерево довольно много полов и я бы в такую все равно к этому коньяку приближал чтобы не было резкого контраста мне кажется может быть я светлее немножко захотел бы вот именно есть из этой же коллекции оксфорда есть кафель который называется нейчро это оксфорд это то что мы покупали ну вот который даст такими двух размерах плитки там есть поперечное сечение радиальное сечение он есть коньячный есть натуральный такой более светлый давайте покажу как я начинал с этих слов светлые ну вот например там можно в таком контексте полы темный светлый 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 можно и даже и кафель и плитку вот такого но плитку от него мне вот очень нравится вот эти спокойные тона но не знаю может быть какой-то как яркое пятноде вот тут то что вы показали там такая фиолетовая какая-то тостая ну и очень много вариантов на нее надо смотреть вживую можно грубо говоря до того что сделать ее полоску вариантов миллион надо смотреть на конкретный кафель если вот спокойный классический это такой стандартный таких вариантов кабанчик с масочкой глянцевый либо сатиновый но все равно с какой-то степенью глянца чтобы это все отражалось поэтому под те же светлые полы светлый кафель если кафель темный то и полы тогда нужно темнее но мне в таком исполнении больше нравится но и мне больше на повеселей она как-то более более строже как-то более темная она все равно будет восприниматься больше чем если со светом когда все сливает это у меня будет такое почему нет конечно по самой мебели мебель светлая с цвета там слоновые кости ну да такая вот визуалка принтер не всегда передает то что хочется на здесь и выбили убрал у меня счетчик правильно то но вот эти трубы там которые были за карнизом их не видно а карниз это тоже сделан из этого же материала желает а это вот у вытяжки вытяжку вот такую как показались ее можно тоже собрать у мебельщиков они сделают полностью короб а внутрь этой вытяжки оцинковка до вставить обычную встроенную вытяжку если вытяжку брать отдельно висячу а я понял то есть это 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 мебельная конструкция а поднять это электронная какая-то если понравится что-то из вот таких пристенных отдельных можно ее взять и тоже есть купольные в этом случае она вы из такого же материала как мебель в мдфе может быть под варочную подругу у него так нравится красиво очень не знаю прям довольны поэтому кстати намного вот по поводу полов мне нравится либо оксфорд коньяк либо если другое дерево то тоже есть на примете полы прикольно они такие вот немножко рыжевато-красноватые что но очень но ты хочешь прям везде такие вот советую с одинаково что мы уже говорили про это я бы по вы по минимуму разрывал но только сон когда боже с моей точки зрения обязательно в одном ну так и сделаем да и так ты тоже так думаешь и так и сделать надо в одном одном санузел бог с ним он может его можно оставить в своем но три другие помещения должны быть но на санузел уже все плюс мне унитаз надо не значит работает там магазин можно через интернет заказательный любой можно по интернет магазины работаем я думаю у них заказы можно делать они говорили туда собственно что флос самим фасадом фрезеровку на фасаде и взял она называется немка это которая она углубляется сняты пасочки по периметру очень хорошо да называется немка можно опять же посмотреть есть там можно рамами делать ну вариант меня вот так мне нравится но так нравится она и практичная тоже время в костюку ручку как ручки которые на фасадах итальянские их в разных цветах если это что за столешница там рамах либо мрамор не мрамор нельзя сказал сказал кварц надо насчет водоконника с ним переписывался дело потому что он говорит что у меня за подоконники как бы еще не определились только за раз вот эту санузле которая под этот раковину идет гранит на эту штучку вот например взяли также рояль называется кварцит он очень похож на мрамор но он буквально там пару дней назад он прям бил его ножом там ничего не случилось это самый на нем резать можно все что вот и ничего не остается что можно там и топором мясо рубить ну зачем смысла все равно зачем а это значит как она идет углубление под раковину вот это раковина монтажа монтаж под столешницу когда обычные раковины конный у них есть вывод ну да да а здесь вырезается в 100 столешница позволяет вырезать отверстие и раковина смонтируется снизу без вот этой ступеньки это просто идеально то ради чего стоит покупать парацитовой столешнице только не было сверху от этого нахлёстка а это тоже в столешницу врезана печка в зависимости от модели то ли она врезанная то ли она после сверху или она она но тут она вровень нарисована который врезается но не подороже конечно то не наверно лучше так чтобы сверху ну скажем так модели я использую я там зал там смогли они обязательно это могут быть смогут есть еще других производителей которые в классике делал смех это какая фирма итальянцы по моему не но не такие они дизайном берут если говорить про функционалы про все проще они не самые навороченные него по дизайну да они такие топовые а вот начинка и все прочее не сильно крутые а духовка не маленькая это изведи какая модель как было фирш готовы использовать не понял в этом варианте духовка с микроволновка она может быть прямо до конца фасад здесь ровный почему его показал что если духовка выше 100 останется нам 160 фасад и он будет без фрезеровки гладенький просто закругленный с этой стороны фаска такие же фаски по периметру только без центральной очень красивые пуфики вот эти студия должны быть лаконичные небольшие такие чтобы и под столешницу прятались и вот под цвет полос само дерево еще очень не знаю что такие ты советуешь вот это все штору делать да вот это вот как мы как мы в гостиной по спальне я за такие варианты но она будет нормально смотреться потолок на этом фоне нормально да сколько вот это вот сантиметров вот эта штучка вот вот отсюда до до угла потому что боюсь чтоб не было знаешь что что уже вот я зашел в спальню сейчас посмотрел они еще не сделали потолок но там наверно сантиметров между дверной коробкой и наличником и потолком между от окнами даже вот я окна в спальню зашел посмотрел да вот окна не все красиво зашили все уже уже почти зашива дошивают все то есть остается потолок и сделать вот здесь вчера материал надо поверить фактически получается и соответственно подойдет размер карниз выбрать на визуалке он показан размером сто сто семьдесят пять да ну сто семьдесят пять влезет потому что там вот меньше чем вот понимаешь над окном и вот окно и угол меньше чем здесь да то есть еще подожди сделают потолок они сантиметров десять захерачат если ты переживать насчет того что карниз будет близко подходить да как ну не нет не страшно надо даже делать впритык да в этом страшном чем что классика двери высокие требуют с высотой потолка иногда когда читадай просто подводят почти вплотную и это очень красиво мне нравится такая штучка это можно сделать мебельный да грубо говоря тот же профиль карниза один-второй и корпус там 4 детальки изделия на самом деле не сложно а внутри вырезается вытяжка это как вариант чтобы все было в одном материале двери вот тогда под углом ты рисуешь вот это мне нравится так подумать терпеть не мог когда прямо и если это будет двери из дерева и наличники будет деревянные то их нужно делать под 45 а если это из мдф тоже режут под 45 с этим проблем нет ты говорил за деревянный если деревянный то вот так как бы не стоит она это колхоз такой теперь вот потому что какие еще здесь момент допустим тут же смеситель ну я взял модель снеговского это девочка или мать например ну и так потому что вы все эти вещи которые здесь не реальны это банковский смеситель на две воды на вода вода с фильтра вода проточная у рубля почти то же самое хотел спросить проблемы нет это переключение колонки с холодную на горячую таких кранах вот таком да а кран на две воды о чем идет речь один рычажок отвечает за воду проточную но он смешивает я понял да а тот зафильтровано холодно я понял но вот когда один рычажок на холодную горячую меня допустим вот в душе да стоит такая херня и она крутится одна ну как поднимается клапан и он туда-сюда идет как бы на холодную на горячую вот если ты чуть-чуть довернешь больше к холодной раз колонка выключилась тебе надо опять включать именно это проблема есть такая знаешь что когда когда два крана то есть она ты горячую сильно горячего потом убираешь убираешь там раз она выключилась потому что как бы ей мало вот этого принципе это регулируется самой колонкой температура горя ты можешь на максимум горячую ставить она у тебя будет то что тебе удобно но потом уже ну да 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 понятно его очень красиво не знаю не нравится видим вайбер подброс еще в светом варианте а это ты себе оставляешь на нет он спасибо светом варианте ну мне вот темно как-то но как-то но вот красиво как нас молоко шоколаду что-то такое очень спокойно очень красиво хотелось чтобы опять же классик мне очень нравится вот это вот вот это вот на подоконнике такие как на статье есть лично мне кухня примыкает к стене ставка на 50 миллиметров вот это надо опять же мелочи но это все должно быть с тем что туда приходит подоконник и приходит у полу плинтус мелочи но и состоит очень талантливого спасибо жена была права очень талантливый вы руки моете продукты надо обязательно мыть в магазина когда-то берешь мама снабдила 50 тысяч раз одну и телефоны надо дезинфицировать потому что это единственное что ты приходишь домой тебя до везде хожу к лицу к ушам зубах на службе в тех местах остальных за добренького жене привет большое спасибо тебе это 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 где-то да у тебя есть просто так чтобы посмотреть вот это они могут и сделать это поле поле готовыми полками продаются и набирается метраж из него нарезаются собственно ну вот там здесь у них и розетки есть карнизы плинтуса а вот эти вот элементы где есть ну плинтуса наверно деревянные они такие могут быть и под стены покрашены если в зависимости от того какого цвета двери будет будет ли на дверях текстура дерева отчетливо прослеживаться либо двери будут если они будут из мдф ну хотя бы мдф да чтоб оно не было пластик что ты ногой долбанешь и оно рассыпало в плане если две наличники в дверей будет из мдф тогда и плинтуса лучше взять полиуретану и покрасить их той же краской которая стену красит она будет более 1 она полиуретана нож легкая а если ты ногой там чем-то ну если ну даже мыть будешь не каждый мне кажется лучше деревянный деревянный опять же я не против ну или мдф попроще мдф с фрезеровками не видел в продаже ну такие классические правда я не вижу тут сделал 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 с такой вот этой фанта там небольшая тоже я из мдф продажи таких не припомню зрители найдут не только из дерева я понял дорого будет дерево дорого конечно поэтому либо мдф либо полиуретан но нет смысла запускать дерево на плинтуса и если хочется дерево лучше я хотел узнать насчет вот ванны у меня сейчас там все вроде как это самое там надо гидроизоляция проходить по стенкам я не строитель я не могу на такие вопросы вообще думаю на шаглеть я вижу люди делают промазывают все стены гидроизоляция типа цемента жидкого типа клея тонким слоем да надо сделать да то есть не надо это сказать компетентно я не могу на это ответить я понял я понял все добренького давай пока береги себя до свидания